Кожный третий агротурист, який наведал в минулом году Гоменскую область, отдал первого сядебам, размещенным в Рельском районе, как выник доход от ремена заказания агроэкологических послуг, перевысил тут 340 тысяч рублей. Для правонания столько, что травмали все агросядебы Мазерского, Калинковского, Жлобинского, Светлогорского, Житковского и Петрговского районов. Сегодняшний потенциал агротуризма Гоменской области – коля 160 сядеб. Только за минулый год их наведали туристы с 22 краин – у тымляку в России, Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Индии. Середний, что готовый доход одной агросядебы – скалка для 7 тысяч рублей. Верагодно, это одна из причин того, что агротуризмом зараз не вельми активно занимаются сельскохосподаршие предприемства. Прибыток, який можно лечить неадренным для физичной особы, оказывается не вельми значным для господарки. Хоть з іншого боку, таким членом можно утягнуть у оборот майомысь, якая не выкористовывается и створить працовное место у тымляку для жахару ближайших городов. Ясчезин резерв туризм-палявничий зараз у агольном объеме экспортных послуг на его долю пропадает меньше за полову процента. Значный уплыв на ситуацию у этой сферы оказалась оборона поливания на деков, что связано с примаемыми мерами по просьбе с африканской чумой свинью. Але коли у лесгазах будуть працавать квалификованные специалисты у глине-маркетингу, ситуацию можно выправить. Хотелось бы, чтобы наши лесники и организации, которые сегодня в этом бизнесе работают, в этом направлении работают, они, конечно, догоняли своих коллег из других областей. Потому что было время, когда на самом деле львиную долю в общем объеме туризма лесхозы и охотники занимали. У Вогули сегодня на Агумишне развивается некакие виды туризма – аграрные, культурно-познавальные, спортивные, медицинские, религийные. Некоторые на прамке БОЖ развитые, некоторые робятся только первые кроки. Той же промысловый туризм. Летость на экскурсиях на реческом метризном заводе побывали у всего 315 человек особливых доходов предприемству. Такие вид деятельности не приносить, але додатковая реклама для буднейших в Европе завода по вытворчеству метризов так само не лишняя. В любом случае отмоляться от промыслового туризма на предприемстве на меру не мают. Это вполне реально. Единственное, конечно, для этого необходимо создание каких-то исторических мест, музеев и всего сопутствующих. А на самом деле не все производства такие, будем говорить, опасные. При соблюдении условий сопровождения и всех остальных атрибутов, то это вполне возможно. Депутаты переконаны, БОЖ значных выников можно досягнуть, коли просовать его комплексы. Причем в тысячах это не только споручение разных видов. Почас от починка у агросадиби можно ознайомиться с религийными славутостями и наведать предприемство. Больше активно необходимо заденечить весь оригинальный ресурс. У конно-спортивном комплексе, например, сегодня готовые проводить научение туристов и организовывать для их экскурсии. Автомобили, кажуть, зараз не редкость. А вот кони некоторые же хори мегаполисов бачили только у телепередачах. Постоянно поток людей никогда не кончается приехать сюда. Если не покататься, то просто приобщиться к этому, посмотреть, походить, погладить, узнать, что это такое. Потому что очень мало осталось лошадей и вид этот индивидуальный спорта. Поэтому желающих посещать очень много. Алексей Натеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Реджевский район.